Всем привет, друзья! Всех рад снова видеть на канале Маршрут Построен. Сегодня у нас с вами 2 августа. Местное время 11 часов 15 минут. Так что, ребят, выезжаем. Я сейчас заезжал сюда по делам. Кто не смотрел предыдущий выпуск, обязательно, ребят, посмотрите. Я как до сюда доехал. Сейчас мы находимся с вами на улице Божова. И повернем с вами на улицу Ленина. Стоп. Чуть-чуть у меня камера съехала. Ребят, давненько не было выпусков. О, сегодня же 2 августа, точно, день ВДВ. Проехал автомобиль с флагом. Да, и у меня есть новость такая хорошая. Наконец-то меня выписали. Ну, я, конечно, неполноценно пока могу ходить. Еще у меня была травма ноги. Неполноценно могу ходить. Но, тем не менее, ездить я могу. Государство считает меня уже полностью дееспособным. Так что, ребята, все хорошо. Не переживайте за меня, кто там переживал в предыдущем выпуске. Сегодня мы с вами покатаемся немножко по центру города. По улице Ленина прокатимся. Давненько я сам не был здесь. В центре. Да, и выпусков не было уже. Наш новый сезон начинается. Ну, это уже вторая серия сезона. Ребят, большое спасибо вам за комментарии, за лайки, которые вы ставите к видео. Ребят, пожалуйста, продолжайте. Не забывайте, что нужно действительно ставить лайки. Это действительно развивает, мотивирует ввести какую-то активность на Ютубе. Большое вам спасибо. Так, пересекаем с вами улицу Ленина. Перед нами здание привозка Уральского военного округа. С правой стороны там еще памятник Жукову. Сегодня замечательная погода в Екатеринбурге. Тепло очень. Где-то сейчас градусов, наверное, 25 уже есть. Настроение позитивное в целом. В целом уже завтра буду работать опять. Не знаю, как получится поснимать. Попросил работу где-нибудь здесь, в районе Екатеринбурга, либо хотя бы в Первоуральске. То есть, ну, посмотрим, посмотрим сейчас, как там решат кураторы. Так что, ребят, если где-то в Екатеринбурге, то обязательно буду снимать еще выпуски. Потому что что-то надоело мне в командировках, совершенно не бывая в городе. Выпуски не снимаю для вас. Перед нами улица Луначарского. Перед нами улица Луначарского. Начинаем движение. Через эти рельсы переберешься. С правой стороны Урву, ныне это Урву. Один из легендарных вузов Урала, Екатеринбурга. Крупнейшая. Позади нас, если кто знает город Екатеринбург, вот позади нас, прям, если ехать к улице Ленина, по этой улице, к которой мы едем, находится УПИ. Уральский политехнический институт. Ну, ныне он тоже Урву. Они вот вместе с этим институтом объединились, стали Урву каким-то непонятным. Ну, а мы сейчас с вами, скорее всего, доедем до Виза. Заедем в сторону, по крайней мере, попробуем проехать в сторону Зеленого мыса, по-моему, если я не ошибаюсь, он так называется. Как-то я уже туда в каких-то выпусках ездил. То есть это, в принципе, все прямо. Мы с вами пересечем город Екатеринбург с востока на запад. Ну, хоть вроде бы и день. День среды сегодня, день рабочий. Ну, машин вроде бы не так уж-то и много для Екатеринбурга. Конечно, пробки присутствуют, но вечером, утром здесь пробки еще более страшные. Это для нас не пробки, хоть мы и не Москва. Ну, вот, честно говоря, я вот сколько раз не бывал в Москве. Ну, да, бывало, что мы стояли в пробках, но я не скажу, что прямо уж такие. Там они просто такой, может быть, более массовый характер имеют, чем в Екатеринбурге. Потому что в Екатеринбурге стоят, конечно, многие улицы, но в Москве это, скорее всего, такой, знаете, общий характер. Имеет больше пробки, как бы, стоит практически все. Но там даже, знаете, условно можно сказать, стоит все. Да, где-то участками стоит, может быть, и все, но в целом там хотя бы движение как-то двигается. Движутся пробки. То есть у нас бывает такое, что ты встал и просто стоишь тупо, как бы. Такое очень часто бывает в Екатеринбурге. Сейчас самое главное проехать. Весь этот центр города, мы уже, кстати, в нем мы находимся. Перед нами сейчас будет плотинка и перекресток Ленина Карла Маркса. Карла Липнихна, прошу прощения. Кстати, ребят, кто знает, кто такой Карл Липних, напишите в комментариях, просто действительно интересно. Понятно, что это какой-то там советский деятель. Ну, просто интересно. Сейчас просто и загуглить нет возможности. И вот, естественно, сюда начинает проситься. Сволота. Перед нами центр города. Была такая одна песенка. Я в Екатеринбург. Я в Екатеринбург. Там камеры. Самый центр города Екатеринбурга здесь всегда у нас перекрывают улицы на какие-то праздники, мероприятия. Кстати, в этом году Екатеринбургу 300 лет будет. Ребят, надо что-то придумать для нашего YouTube канала с вами. Какую-то классную, интересную. И ее, блин, чуть в меня не въехал. Кстати, совсем скоро уже будет 300 лет городу Екатеринбург. Вот с правой стороны уже явно что-то там готовят к празднованию. Скорее всего, там какой-то парк, наверное, будут разбивать. Потому что я землю вижу. Что-то привезли. Блин, это грущаточка здесь. Сцену какую-то ставят. Вот я вас обрекотил по центру Екатеринбурга. Екатеринбург. Я даже не помню, чтобы я когда-то здесь стоял на светофоре. Всегда как-то удавалось проезжать. Там уже чуть подальше заканчивается брусчатка. Потрясающий день просто. Блин, вот такие дни в Екатеринбурге такая редкость. У нас обычно серые тяжелые свинцовые тучи. А здесь прям солнечно. Прям такая, знаете, калифорнийская погода. Прям вообще красота. Тут просто едешь, как бы наслаждаешься дорогой. Совершенно никуда не охота торопиться, что-то спешит. Прям едешь в свое удовольствие. Сейчас мы с вами, ребят, подъезжаем к прикрестку Ленина Московская. И дальше начинается участок до Чемпионата мира, который у нас проходил в 2018 году. Этого участка вообще не было дороги. Сейчас мы с вами поедем, я чуть подальше. Ну, вот это буквально светофор. Переедем и уже начнется новый участок дороги, которого никогда раньше не было. То есть там все, что построено, это было построено к Чемпионатам мира по футболу. Мундиалю у нас он в Екатеринбурге проходил. Тут, кстати, стадион у нас находится. Первый найти театр. Первый найти театр. Ох, как тут красиво. Совершенно новый участок дороги. Тут еще и трамвайные линии у нас проложили. Город безумно красивый на самом деле, хороший. Конечно, после Сверхловского область не было бы донором для Москвы. Здесь было бы очень-очень даже неплохо. Так, ну, а тем временем мы с вами подъезжаем уже внизу. С, блядь, снизу. Вот такая, как блядь, рубрика. На одном известном телеканале. Ох, как красиво Ох, как красиво Ну и все, красота закончилась Начался типичный Екатеринбург Вот такой вот коротенький у нас центр города Совсем маленький По Москве, когда едешь, там такое ощущение, что ты прям Даже заезжая в Москву, такое ощущение, что ты реально в центр просто куда-то заехал И ездишь по центру Так, давайте успеем Успели Да, тут самый ВИЗ С правой стороны, кстати, можно подъехать к ВИЗовскому пляжу Но как-нибудь это мы оставим на потом Там есть действительно что показать Но туда, конечно, надо лучше не на машине Нет, туда можно на машине подъехать Но там нужно походить, вот именно что Как бы и пляж можно поснимать И еще кое-что пока не буду говорить Что можно там поснимать Давай, прокатывайся Вот, молодец А вот, молодец Так, нам здесь надо будет прямо с вами, ребята, проехать Немножко повожу вас сейчас еще и по окраине города Заедем с вами Ну, я считаю, кстати, на самом деле Довольно-таки неплохое место для проживания Ну, если бы там были новостройки Это Зеленый мыс, по-моему, там называется это место Эта территория Ну, слушайте, ну реально Ну, вот, если бы туда вложиться Как бы сделать все по красоте Современненько, красиво Там классное место на самом деле Очень-таки неплохое даже Ну, я считаю Свожу вас сейчас на окраину города Ну, заодно и сам прокачусь Тут новостройчик Ух, тут недалеко Визовский пляж Визовский пруд находится Вот, слушайте, вот здесь Очень, кстати, дорогая недвижимость У нас дорогие квартиры На самом деле Тут очень хорошо начинают строить Прям нормально так застраивать Потому что тут совсем рядышком уже это все Буквально вот за этими вот домами Новостройками Да, конечно, тут такая территория Она еще с советских времен Здесь она обжитая И в основном частным сектором Это больше представлено Но тем не менее Постепенно Постепенно Застройщики сюда приходят Блять Твою мать Ублюдочные дороги Прошу прощения Замакнул Ударчик был Ну, вот с правой стороны Виз уже Сам пруд Не знаю, он, наверное, мелькает Только там В кадре Здесь можно, в принципе, в любом месте Остановиться Выйти Даже места есть пока Суббота Ну, сегодня среда Конечно, сами видите Тут надо облагораживать Естественно, нужно делать нормальную, хорошую дорогу С левой стороны трамвай здесь у нас ездит То есть место-то действительно благостное Неплохое здесь Но если сюда подойти, реально круто сделать Вот это вот единственное, что напоминает Что, почему-то не хотят Либо не могут Ну, они могут, почему? Солнечный Вон, какой крутой район сделали Реально классно Вот, и смотрите Опять мы въезжаем В какие-то пятиэтажки В какой-то химаш, блин Непонятно Никому, блин Еще педалька едет Тут, блять Ни туда, ни сюда Лежачих, полицейские знаки есть Лежачих нет Ну, тут видно, что асфальт обновляли Ну, честно скажу Так-то, ну Не особо прикольно Они обновили асфальт Ничего тут такого и нет Вот здесь уже, конечно А с обновлением они Не справились Где они не закончились Мы едем дальше Там немножко, наверное, видно Вот здесь вот прям хорошо видно Визовский пруд Вообще, конечно Купаться в наших водоемах Это такое занятие Они грязные По крайней мере В черте города Екатеринбурга Нормальные у нас ребята Уезжают в Челябинскую область Челябинские озера прекрасные Даже я сколько раз там бывал Ну, ребят, гадить реально не надо Не надо загаживать Это все дело Потому что, ну, блин Мусор, ребят, за собой всегда убирайте Будет чисто вам, чисто всем Чисто всем приятно После вас тоже люди хотят приехать Отдохнуть Не мойте машину У нас же раньше прям вообще Как не в себя мыли На всяких водоемах автомобилей Это капец было Вот трамвайная линия, видите Здесь даже продолжается Вроде ничего Нет лес какой-то А трамвайчики есть туда Своей полуфурии Срань такая кругом Срачка Так, все Здесь трамвайное кольцо Начинается уже Ёп, первый театр тут Зря я сюда поехал Машину только пачкать Говнище в это Ужас Ну, вроде все так хорошо начиналось Нет, надо подпогонить Кстати, ни одного трамвая Я что-то так и не видел Чтобы сюда поехал Видимо, очень редко ездят Люди гуляют Братка Разледимся Ну, так вот Так, ну что Поедем с вами Направо скатаемся Немножко Поднимемся в горочку По-моему, отель называется Зеленый мыс Насколько я помню Бараки кругом стоят страшные Хотя нет Вроде пятиэтажка есть еще А, нет Раз, два, три Четырехэтажный дом Сами видите Тут в таком запустении Немножко все Ну, тут было бы круто Если бы могли бы сделать Конечно Аренда какая-то Ну, в принципе Вот оно как тут Уже Там вот, по-моему Сейчас вот вы увидите Прямо перед нами Такое Разноцветное Желтое Розовое Синее Здание Такое Это, насколько я помню Сандали Что ли У нас какой-то Тут есть Клуб такой Ну, типа там Пляж Организованный Чистенько Все хорошо Там Бассейны Есть Ну, как бы Таким Курортиком Таким сделано Насколько я помню Сюда Гузель едет Блять Братан Ну, давай Вечу В яму Уехал Курортиком Курортиком Таким Пальше Пальше Курортиком П deficit В desirable Так, вы знаете, я хочу сейчас сделать, там машина сзади меня едет, хочу немножко ее пропустить. А, машина уже не едет. Сзади меня там машина ехала, ну не эта ехала, я вообще не видел. Давайте будем выезжать потихоньку. Я просто не хочу, я топить не хочу сильно, куда-то прям там. Ух, надо быстрее, быстрее ехать, уехать. Сейчас у меня камера тут нагреется, дай бог на солнышке. Эй. Да, он лодочку везет мужичок, блядь. Пиздец, блин, тут дороги, конечно. Прошу прощения, еще раз заматнул. Ну, правда, ну, е-мое. Фу, блин. В говно лезть. В говно лезть. В говно лезть. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...